Вопросы письменно Вопрос достаточно был распространённый, я буду отвечать по пунктам. Значит, один из моментов, которые бы я сразу хотел бы осветить, это то, что касается следующего момента. Автор письма, студент-медик второго курса, говорит, что хочет стать психиатром-наркологом. Я сразу бы хотел вам порекомендовать не ориентироваться сразу на психиатрию и наркологию. Почему? Дело в том, что психиатрия и наркология – это отдельная отрасль, которая, безусловно, входит в состав психиатрии, хотя формально выделена в отдельную специальность. И если вы сразу пойдёте в психиатрию и наркологию, то есть сразу будете проходить специализацию в наркологической больнице, наркологическом диспансере, вы рискуете увидеть очень скудную клиническую картину с точки зрения именно психиатрии. То есть вы будете видеть очень похожих друг на друга пациентов, будете видеть однотипные клинические картины, и у вас сложится впечатление, как у многих психиатров-наркологов, которые изначально сразу идут в психиатрию и наркологию, минуя большую психиатрию, что, в общем-то, все наркологические пациенты – это абсолютно одинаковые типы, которые практически ничем не отличаются. Это не совсем так. Для того, чтобы лучше понимать клинику, лучше понимать психопатологию зависимости, безусловно, начинать надо с большой психиатрии. Причём это не моё личное мнение, это, в общем-то, если вы почитаете классиков психиатрии, вы найдёте эту рекомендацию. Начинать всегда с большой психиатрии и дальше двигаться в сторону уменьшения выраженности психопатологии, то есть пограничная, малая психиатрия, психиатрия, наркология, сексология, психотерапия. Именно в этом направлении имеет смысл двигаться. Не изучив большую психиатрию, не попробовав на практике работать в большой психиатрии, работать в психиатрии и наркологии будет достаточно тяжело. Точнее, даже не столько тяжело, сколько, скорее всего, неинтересно. Это первый момент, который я хотел бы для вас отметить. Далее, собственно, антипсихиатрия. Ну, что такое антипсихиатрия, я уже в своих видео несколько раз говорил. Повторюсь ещё раз. Основные тезисы антипсихиатрии — то, что психиатрия — это не медицина, это не наука, это такая злонамеренная секта, которая повинна во всех грехах и во всех бедах человечества, которые только были. Начиная поджога Александрийской библиотеки и прихода Гитлера в власти, заканчивая Тунгусским метеоритом и событиями в Украине. Соответственно, психиатры — это не люди, это изверги, фашисты, гестаповцы и так далее, и так далее, и так далее, которые из взрослых людей делают зомби, а детей передают живьё. Ну, собственно говоря, вы и сами в своём письме приводите этот довод, не довод, а тезис, что, собственно, дискутировать и обсуждать эти обвинения, ну, просто нелепо. Многие из них находятся явно в разряде бредовых утверждений, которые, в общем-то, не могут быть опровернуты какими-то логическими аргументами, поскольку противоположная сторона никакой логикой не пользуется. Она просто абсолютно, стопроцентно, без всяких сомнений и колебаний, уверена в своей правоте, вне зависимости от того, как на самом деле обстоят дела. Ваш вопрос, несёт ли вот это вот антипсихиатрическое направление угрозу для психиатрии как медицинской дисциплины, как науки? Нет, не несёт. Почему? Ну, потому что помимо тех личностей, которые эту антипсихиатрику активно пропагандируют, существует ещё и масса людей, которые имеют эти самые психические проблемы. Существуют их родственники, существуют окружающие их люди. И с этими людьми, которые имеют проблемы психического характера, что-то всё-таки надо делать. Если кто-то думает, что психических заболеваний нет, пожалуйста, приходите в психиатрическую больницу, побудьте один хотя бы день в острой палате для новых прибывших пациентов и посмотрите, есть ли психиатрия или нет, есть ли психические заболевания или нет. А когда вот эти вот люди находятся дома, когда они представляют реальную угрозу для жизни и здоровья себя и окружающих, когда они сами страдают от этих заболеваний и от их заболеваний страдают все, то, в общем-то, это проблема, которая требует решения. И решение, естественно, антипсихиатрия тут никаких не предлагает, а предлагает только критику, точнее сказать, огульные обвинения психиатров и психиатрии в целом. Далее. Почему профессиональные сообщества не реагируют на вот эти вот антипсихиатрические обвинения? Но, как я уже сказал, реагировать на бредовые заявления путем их опровержения, это, в общем-то, само по себе совершенно неразумно. Во-первых, тот, кому вы будете адресовать свое опровержение, все равно не услышит и не воспримет. А во-вторых, вы тем самым сами опускаетесь на уровень вот этого вот, так скажем, неаргументированного спора, мягко говоря. С другой стороны, психиатрическое сообщество само во многом виновато в том, что вот эти вот обвинения со стороны антипсихиатрии имеют место быть и находят определенный отклик в обществе. Психиатрия сама по себе является крайне замкнутой, закрытой для общества медицинской специальности. К сожалению, многие психиатры в силу профессиональной деформации, в силу личностного склада, в силу еще каких-то объективных или субъективных причин, поддерживают вот эту вот тенденцию, вот этой вот такой стигматизации не только пациентов психиатрических клиник, но и стигматизации самих врачей-психиатров. То есть запутность, клейность, абсолютная недоступность для общества. Это, конечно, очень плохо во всем мире, в общем-то, во всем медицинском мире, во всем сообществе психиатров, во всем мире, если мы говорим о других странах тоже. Сейчас присутствует такая тенденция, что в психиатрии не должна быть такой вот закрытой, изолированной медицинской специальности. Наоборот, чем больше доступ к знаниям в области психиатрии имеет общественность, чем больше доступность, открытость этих знаний, этой информации для пациентов, для родственников, пациентов, для всех желающих имеет место быть, тем больше вероятность того, что, собственно говоря, вот эти вот антипсихиатрические сказки не будут иметь такого негативного влияния на оказание психиатрической помощи. И, собственно, третий ваш вопрос, как вам реагировать на вот всю эту информацию? Ну, опять-таки, еще раз говорю, вступать в диспуты на антипсихиатрических форумах или сайтах, или, если вы сталкиваетесь с представителем этого течения, направления, не знаю, как назвать, вживую, и вы пытаетесь доказать, что нет психиатрии, на самом деле это хорошо, ну, опять-таки, смотрим критерии бреда и видим, что основным из критериев бреда является не только несоответствие бредовой идеи и действительности, но и абсолютная невозможность переубедить или убедить в неправильности утверждений бредового пациента. Тут, к сожалению, приходится исходить из этого. Естественно, я не говорю, что все те, кто поддерживает эту психиатрию, страдают какими-то психическими расстройствами, тем более бредовыми, это совершенно не так, но, тем не менее, зачастую мы видим, что утверждения носят характер, ну, мягко говоря, болезни. Поэтому я бы рекомендовал вам, как медику, будущему медику, ну, и студенту медицинского института на сегодняшний день, не вступать в дискуссии по этому поводу, а по мере возможности доносить до людей информацию о том, как реально обстоят дела в оказании медицинской психиатрической помощи. Что это такое? Ну, собственно говоря, наш проект меднаука.нет работает как раз именно в этом направлении, то есть популяризация психиатрических знаний, популяризация информации, знаний, навыков. Ну, навыков, наверное, нет, но, по крайней мере, обеспечение наибольшей доступности информации по психиатрии для максимально широкого круга пользователей. И то же самое могу предложить и вам. Чем больше людей будут знать истинную картину, тем меньшее влияние на них могут оказать вот эти вот кошмарные байки. Безусловно, существует масса нарушений в психиатрии, которые имели место и имеют место на сегодняшний день. Пожалуйста, вы можете посмотреть лекции по этой вот ссылке относительно нарушений закона о психиатрической помощи и гарантии права граждан. Это тоже имеет место, и об этом тоже надо говорить, потому что именно эта объективная оценка реальной ситуации позволяет противостоять вот этим вот огульным обвинениям. Причем, я должен заметить, что и сами психиатры, значительная часть психиатров, в том числе, допустим, независимая психиатрическая ассоциация, принимает самое активное участие в борьбе с нарушениями прав пациентов в области психиатрии. И, кстати говоря, делает это достаточно эффективно. Так что, вот это то, что я могу ответить на ваш вопрос. Опять-таки, смотрите наш канал, пользуйтесь нашими материалами, по мере возможности доводите их до своих оппонентов, либо пациентов, либо знакомых, либо родственников. Еще раз, чем больше людей будут знать истинные положения дел, тем лучше. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.